Это будет абсолютно, абсолютно будет, ну как бы в тематике фильма, несмотря на то, что, знаете, к этому как угодно можно относиться, но в этом фильме себе можно позволить всё, что угодно. Так вот, и я, вы знаете, я учился в школе-студии МХАТ с парнем, которого зовут Риналь Мухаммедов, вот, и мы с ним, он татарин, он приехал из Казани, он где-то в области, я забыл, как город. Александр, я не помню. Ну, короче, где-то область, но близко. Так вот, и мы с ним придумали ещё на первом курсе песню на татарском языке, мы играли этюд, вы не поверите, мы сделали этюд за пять минут там до выхода, до того, как нужно было показывать Кириллу Семенчу Серебренникову, и мы за пять минут где-то, давай, мы покажем этюд, этюд назывался «Татарская гопота». Ой, давайте нам его немножечко фрагменты, помните? И вы знаете, и мы, и мы, и мы более того, успели даже придумать песню. Риналь придумывал слова, играл на гитаре, вот, и мы, мы там, мы, в общем, подбивали клинья к одной девушке, в общем, там, к татарской, естественно, девушке. Так вот, и песня была такая. Такая незатейливая, но все почему-то подумали, что в интернете даже писали люди, ну, естественно, мы, потом, мы открывали экзамен этим этюдом. Вы не поверите, после того, как мы его за пять минут где-то сколотили, быстро придумали, Кирилл Семенович Серебренников решил, что этот этюд будет очень хорошо открывать наш экзамен, где присутствовал табаков, вся кафедра, представляете? Ну, для нас это было очень, очень важно на тот момент. И потом в интернете писали, мы никак не можем найти эту песню, ребята, где, где найти эту песню? И мы с Риналем отписывали, что мы сами придумали, это наша песня. Ну, вот, так. Замечу, как татарка, да, абсолютно без акцента хора-кузляра был очень хорошо. Хора-кузляра. Ну, не знаю, мне кажется, акцент бы мне был, я всегда волнуюсь. Нет, ну, немножечко потом, но здесь не хорошо. Это хора-кузляра. Стараюсь. Очень хорошо, надо слаботься.